приветствую вас друзья на канале строительной кухни меня зовут словов роман сегодня у нас будет выпуск не про дома не про архитектуру а я решил напомнить вам о нашей постоянно действующей выставке который называется дема парк и находится она в городе рязань и показать какие новинки продукции мы собрались здесь за этот год потому что эта выставка постоянно действующая она находится на открытом небе все образцы постоянно обновляются мы делаем постоянно новые макапы выставочные стенды как например вот сейчас за моей спиной практически в натуральный размер но сейчас вы дальше все увидите мы посмотрим на кирпичи на некоторые фасадное решение но обо всем по порядку начинаем здесь чтобы попытались продемонстрировать мы попытались показать возможности использования архитектурных элементов завода декарт ну надо сказать что такие системы выпускают разные производители да все они отличаются в общем только точностью форм на наш взгляд у этого производителя она самая лучшая что это такое это когда вы заказываете одинаковые элементы там есть там 300 он и должен быть там 300 но там может быть плюс-минус миллиметр потому что на некоторых производителях может до двух до трех миллиметров отличаться и соответственно все же дело в нюансах да когда мы фасад собираем я вам напомню что эти архитектурный элемент фактически это облегченная скорлупа которая снаружи имеет минеральный состав то есть это у нас получается недозрелый мрамор который смешивается с полимерами а внутри это армируется стекловолокном до для того чтобы закрепить все эти элементы дальше мы здесь где-то можем увидеть места крепления в комплекте идет шпаклевка точно из такого же материала как облицовочный слой наносится дальше по факту зашкуривается собственно и все здесь мы показали что могут быть значит арочные окна руру русты можно отделывать цоколь можно отделывать корни ну то есть есть карнизные решения всевозможные украшательства как сверху так и снизу вопрос сразу по ценам здесь отпадает потому что на этом стенде все достаточно наглядно то есть если большой руст там 1936 рублей 1346 малый прямой элемент там 2362 рубля ну и вот эти вот вещи кстати можно применять также для откосов да то есть когда как ну подходим он так и называется откос ну применение у него сами видите может быть разным да следующий достаточно интересный элемент который я хотел бы вам показать это планка стоп мост она у нас получается медная используется она вот как на нашем здесь стенде при монтаже мягких кровель то есть вы понимаете что основная проблема на битумной черепицы что рано или поздно она начинает зеленеть на ней там начинает скапливаться грязь пыль ну и соответственно там через какое-то время появляется мог вот эти вот планки медные не вставляются значит под конек вот здесь уже такая старенькая да ну уже окисленная а это свежая то есть как вы понимаете у меди есть несколько этапов старения она темнеет потом она возвращается к такому к зеленоватому цвету но зеленовато она станет там лет через 10-15 и задача заключается в том чтобы вода когда протекает окислялась дальше стекала на крышу и в такой среде собственно органика не живет не размножается не плодится раньше кстати была прикольная черепица омнин омнинскорнинг она по-моему называлась американская вот она была обработана как раз спецсоставом для того чтобы органика не выживала до больше так никто не делал потому что у них это было запатентованная фишка но для того чтобы решать эти вопросы что такие планы стоит от удовольствия 1200 рублей за метр погонной выпускает aqua systems россии хочу показать просто подшиву это достаточно так быстро интересно то что у этого производителя есть также и медная подшива да то есть которая также будет патинировать может быть интересно для кровель с натуральной черепицей но соответственно где такие решения потребуются просто показываю чтобы вы запомнили что такое решение имеется один дальше ну для кого-то новым для кого-то не новым хочу показать полимер песчаные значит колпаки на забор до разных форм и цветов выпускаются они под разные форматы столбов мне например очень нравится вот такой потому что вот это и там допустим вот с этими с шарами но как-то это наверное не солидно что ли по моему мнению а вот эта форма она выпускается тоже в разных цветах стоит на 1150 рублей за штуку и выглядит это что в тысячу раз лучше чем изгнутого металла вот эти пирамидки поэтому тоже посмотрите имейте ввиду то что если нужно посчитаем с доставкой без проблем следующая интересная система которую прям буквально недавно здесь мы собрали еще даже не успели ее там отравнять это система навесных фасадов вентилируемых фасадов с плиткой с пропилом вот здесь у нас есть такой боевой образец что это себя представляет то есть это система кронштейнов направляющих на плитке делаются вот на производстве такие пропилы и она как по салазкам собственно заезжает на наш фасад ну и как вы понимаете между облицовочным слоем и основной стеной монтируется утеплитель если это необходимо система надежная испытанная плитка понятно да какую вы выберете столько это будет плюсом но если вы сейчас спросите сколько стоит сама система обычно для этого делает специальный проект потому что если у вас многоэтажный дом или частный там же есть очень много угловых элементов откосов да то есть ну все это потом суммарно выводится стоимость метра квадратного но грубо от трех с половиной тысяч рублей за квадратный метр стоит вот такая красота производители этой систем достаточно много это north fox диад ронсон соответственно здесь у нас конкретно смонтирована на диате потому что так получилось у нас там осталось мы ее здесь применили плитка здесь у нас real brick дальше тут есть один только маленький нюанс который нужно запомнить до то что обычная затирка сюда уже как бы не совсем и подойдет надо здесь конечно это отравнивать потом перед затиркой потому что нужна специальная затирка у которой хорошая адгезия к металлу такую затирку выпускает наш завод с которым мы работаем quick mix и все фасадов таких уже очень очень много я думаю что многие которые смотрят этот выпуск не удивлены тем что увидели а для многих скорее всего это станет открытием потому что в том же самом в частном доме можно избежать мокрых процессов приклейки оштукатуривания есть кстати достаточно большое количество частных домов где применяется именно на подсистеме потому что но это быстро это удобно технологично но это ну и конечно же это очень надежно буквально очень быстро покажу такая интересная прикольная штука это винные кирпичи здесь у нас еще эти кирпичи украинского производства раньше когда еще возили но сейчас все это то же самое делает наш завод real brick у кого кафе рестораны винные погреба в качестве интерьера в квартиру он поставляется в виде таких двух половинок вставляет сюда просто бутылки а вон кстати мне помощь не приняю принесли вот уже изделие real brick то есть соответственно она может быть с любой с любым цветом это может быть моно цвет ну или там любой на заказ там коричневый черный там какой угодно то есть вы должны понимать и кстати даже отделывает старец соответственно если у вас это где-то будет открытая часть в вашем ресторане или кафе выглядит будет очень прикольно в real brick и за пару ну то есть две половинки чтобы целая композиция стоит там 930 рублей следующий момент аксессуары многие которые смотрят выпуске постоянно но и не постоянно часто видят этот клинкерные подоконники они польского производства слава богу этот аксессуар с рынка не пропал потому что на мой взгляд эстетичнее этого еще пока ничего не придумали есть маленькие они там в районе там 250 рублей большие 630 если боитесь промахнуться с размером всегда можно взять чуть побольше они по месту подрезаются сам постоянно использую на всех своих объектах и наши заказчики с удовольствием кто же применяет потому что ну металл конечно можно на улучшить пользуясь случаем хочу напомнить что у нас есть канал в телеграме называется он также строительная кухня на этом делюсь в течение недели очень много всякой интересной информации интересные документы выкладываю какие-то испытания исследования отвечаю на вопросы создаем опросы ну и в общем общаемся переходите будет интересно потому что это гораздо интереснее чем инстаграм тот же сам вот остановились мы здесь на мой взгляд это самая лучшая на сегодняшний день фасадная система которая есть на рынке не только по качеству но по своей структуре по расцветкам то есть по факту это металлический сайдинг до который может смонтирован быть несколькими способами это производится aqua system цены за метр квадратный вы все видите просто посмотреть насколько это эстетично выглядит да здесь не самым бы там лучший монтаж потому что я бы углы там по-другому сделал но когда вы себе будете делать сделайте идеально а сейчас просто можно посмотреть как это прикольно собственно выглядит вот и подоконник из нее кстати тоже сделал между прочим я вот ходил ходил тут мимо только сам заметил а красиво смотрится хотя с другой стороны вот в эти впадинки грязь будет скапливаться и наверно все-таки лучше пусть они гладкие были следующий материал который я вам сейчас покажу и заодно хочу попросить вас дать обратную связь потому что комментарии я все читаю ваши отношения гиперпрессованным кирпичу скажу честно мы вообще всю жизнь керамисты в связи с тем короче говоря что на гиперпрессованный кирпич не существует никакого госта то есть нет возможности его проверить то есть он делается весь патт уж такой ты у это каждый производитель сам все тех условия придумал их дружественно выполняет и соответственно одном заводе одно ту на другом другой ты вот поэтому мне бы интересно было почитать как вы относитесь и мы подобрали производителя которые на наш взгляд выпускает интересная коллекция кирпича и я вам их сейчас покажу надо сказать самое главное что кирпич выпускается на этом производстве в двух форматах это в классическом 1нф и в полуторке просто посмотрите вот эти вот расцветки характеристики у этого кирпича марка 200 морозостойкость 100 водопоглощение 68 значит средняя цена за одинарный кирпич с доставкой ну приблизительно до москвы до рязани неважно где-то в цифру 48 рублей и полуторка там 53 рубля ну то есть вот такой диапазон давайте вам покажу просто вот этот кирпич конечно такой интересный да конечно не каждому дому он подойдет не для каждого строения возможно где-то частично с деревом собственно рассказывать здесь нечего здесь нужно показывать пойдемте дальше вот еще один вариант да причем это смотреть коллекция одинаковая а как по-разному смотрится за счет формата то есть полуторка выглядит так а на одинарке как будто как больше светлого тоже такое интересное кстати чем-то напоминает европейские кирпичи вот этот вот кстати классный кирпич наверное из всех коллекций которые есть он мне так наверно нравится больше всего именно в одинарном исполнении потому что в утраке ну как будто что-то не то да то есть то здесь побольше растворных швов и выглядит он нормально это просто надо посмотреть что он есть наверное кому-то поможет понравится поэтому положили но мне что-то не очень если ищите светло-серую расцветку с легким разнотоном в общем нормальный вариант и вот еще интересное кирпич и опять же он где-то напоминает нам каких-то европейцев в общем такая черно-серая графитовая серая расцветка с такими с точечками точно также в полуторке и в одинарке но на полуторке видно больше таких как бы развод тоже площадь у кирпича большие возможности для художества у производителей также следующий интересный материал которому к сожалению только удалось сейчас смонтировать и немножко пропустили сезон заборов так сказать да но на следующий год мы это наверста это значит заборные блоки польского производства они точно также поставляются никаких с этим проблем нет есть определенное количество расцветок это пустотелые блоки которые предполагается внутреннее армирование и заливка бетоном элементы соединяются между собой на специализированный герметик они естественно лицевые со всех сторон то есть собирая такую секцию вы не только там соседа радуете но и себе красиво делаете заполнение может быть абсолютно любым мы здесь немножко пофантазировали с разными типами заполнения ставим материал на таким достаточно перспективным не могу сказать что он сильно дороже кирпича ну да дороже но и внешний вид у него соответственно имеется да ну а чем уж заполнить решайте сами ну вряд ли конечно тот такой забор проф листом будет заполнить могу только сказать то что зависимости от цвет цена немножко меняется один такой блок стоит 769 рублей крышки но вот чтобы вы понимали вот эта секция заполнение в районе 47 тысяч рублей стоит если у вас дом располагается таким образом что можно сделать красивый забору парадную фасадную часть можно уж и разориться а там сбоку сделать что-то и попроще короче говоря смотрите очень прикольное решение потому что форма блоков вот здесь она такая у нас прямоугольная вытянуты также может быть и квадратная и соответственно немножко другие тоже прямоугольники расцветки светлая такая у нас желтенькая серые тигровые ну как любое бетонное изделие здесь вовремя не накрыли она чуть-чуть подсолилась но эти высола как вы знаете это водорастворимые соли они убираются черные серые операторы просто вам наезд сделают для того чтобы могли посмотреть кстати вот этот прикольный забор такой штакетник очень воздушно получается собственно роль забор выполняется но если прятаться ни от кого не собираетесь хочу вам показать нового производителя завод называется сурский значит выпускает он клинкерные и керамический кирпич основные расцветки желто-бордово-коричневая такая до 2 оттенка красных такая расцветка без с легкой такой с легким разнотоном вы как вы видите вот с обратной стороны как раз тоже можно посмотреть лицевой он со всех сторон два даже три оттенка черного и такой еще один бежевый кирпич ценники мы пока специально для выпуска поставили значит диапазон там от 88 то там до 126 рублей за штуку если допустим сравнивать его там с кирпичом скрябин то этот кирпич подороже предположить с каким кирпичом можно сравнить сравнить его можно с кирпичом скрябин хотел показать кирпич не буду называть производителя чисто по этическим соображениям но хочу показать ближе вот когда он лежит на полке вы никогда не увидите что такое с ним может произойти вы посмотреть прямо ржавчина потекла я вот когда мы его здесь собрали завтра все один вопрос если такой кирпич продать и с ним такое произойдет чудил это вообще попробовать его отмыть но если это ржавчина значит это металл большое содержание металла если мы его начнем мыть какой-то кислотой кислота с металлом даст еще более худший эффект как ведро налить там какую-то кислоту оставить вас ведро сразу ржавеет я просто понимаю что это был такой попадос если какой-нибудь заказчик прислал вот такую фотографию такого дома но есть обратная сторона теперь я знаю что если нужен кирпич для какого-нибудь проекта там супер под старину где какая-то медная крыша или еще что-то нужно вот эти такие эффекты наверное может быть кому-то это понадобится то я тех точно знаю что есть кирпич который ржавеет ну это у нас получается здесь кирпич завода скрябин многие его хорошо знают значит вот скрябин вот скрябин вот скрябин вот скрябин еще одна новинка которую хочу показать это значит светло-коричневый flash ultra кирпич производства завода лср здесь мы понимаем что классический вот он кстати на черном шве баварская кладка она имеет оттенки от красного до коричневого то здесь все таки больше коричневая база этот кирпич более ярко выраженный это соответственно по светлее поэтому если вы по каким-то причинам не хотите красных оттенков на фасаде но хотите такую светло-коричневую или под чуть потемнее баварскую кладку вот отличный вариант 3490 и 3590 это цена завода без доставки для того чтобы понять стоимость доставка надо нам просто сказать сколько куда привезти мы мало того что рассчитаем еще и скидки сделать также пользуясь случаем хочу напомнить всем что у нас работает сайт готовых проектов называется он трэнди холмс где представлен архитектурное решение домов всего лишь по 100 рублей квадратный метр вы можете позвонить на по телефонам который указан на сайте вам ответят архитекторы можете договориться о дополнительных разделах каэр электрика там еще если что-то вам нужно попросить какие-то посадки на дом ну а если вам просто понравился проект переходите мы отключили сбп потому что он работает очень криво соответственно сейчас вы можете просто оплачивать с карт это абсолютно безопасно многие уже этим воспользоваться эти кирпичи который который мы только что показывали есть и в поверхности рустик кирпич который потемнее называется ультра и он завод позиционирует как кирпич двойного обжига еще одна интересная новинка этого года это производители реки маркировка у этого кирпича поверхность кратер значит называется маркировок 532 00 012 также этот кирпич помимо одинарного формата выпускается и в еврике марка прочность 175 200 морозостойкость 300 водопоглощение 68 значит розничная стоимость у 0 7 формат 75 рублей у одинарного 8 650 цены цены розничной на заводе кожу принимать есть еще один очень прикольный цвет этого же производитель пойдем покажу такой прям очень четкий кирпич эффект глазури да то есть оттенки от коричневого к темно-коричневому за счет такой блестящей лаковой поверхности цвета выглядят очень насыщенными называется на этот кирпич по маркировке 554 33 200 также он выпускается и в одинарном формате в еврике то есть если хотите сэкономить то пожалуйста стоит этот кирпич в 0 7 формат 72 в одинарном формате 83 рубля пожалуй это один из самых необычных кирпичей новинок 22 года которые ну по-настоящему отличается очень сильно от всего того что раньше производилась то есть ну если допустим мы посмотрели на лср и вроде все то же самое да но чуть-чуть как-то другое да там один чуть потемнее чуть посветлее хотя это тоже важно для нашей работы потому что когда мы под проект подбираем у всех архитекторов вот а можно чуть-чуть посветлее ну можно а вот этот вот кирпич принципиально какой-то такой новый прорыв да ничего такого похожего близко не было такая интересная у него помятая поверхность поэтому очень рекомендую обратить в него свое внимание еще один кирпич ручной формовки которую хочется рассказать может быть кто-то не знал что они есть это завод faberjar находится значит он санкт-петербурге имеет вот такие цвета то есть когда мы будем снимать дома из него они у нас уже есть значит кирпич этот называется faberjar петровский штандарт характеристики у него марка 125 мороз стойкость 100 водопоглощение 8 значит цены в зависимости от цвета но вот мне допустим написано красный там 75 рублей штука коричневый черный 90 коричневые там 90 черные 83 черно-красно 75 просто посмотрите на цвета не вижу смысла сейчас раз но там допустим про них сильно рассуждать здесь же как визуально нравится не нравится да поэтому смотрите и собственно ну для себя решаете вот у нас в красном исполнении здесь немножко есть такая пестрота желтый песочек не могу назвать это моно цветом да то есть что он все равно у вас вкладке будет пестрить очень кстати неплохой вариант для многих архитектур красного такой пестрый подойдет гораздо лучше чем какие-то там баварские кладки даже один из самых интересных цветов то того же самого производителя уложены он здесь у нас на два вида цветной смеси светлая и темная сделано это специально потому что многим людям когда они к нам приезжают на выставку ну проще сразу определиться некоторые даже не верят что это один и тот же кирпич вот сами посмотрите потому что смотрится абсолютно по-разному до хочу вкратце вам показать еще линейку итальянского кирпича ручной формовки он отличается тем что у него формат nf как российский вот из этого кирпича вообще наверно скоро обзор с ним потому что наш дом из него практически достроился средняя цена на него такая кусачи 224 рубля но хочу вам показать интересный эффект вот кирпич на светло-бежевом шве выложили без меня я посмотрел и понял что этом кирпичу нужно раствор по самому яркому цвету и вот смотрите мы выложили точно также уже на светлый кирпич и по моему мнению это выглядит гораздо более эффектнее но тем не менее ту кладку мы тоже оставили опять же для того чтобы люди когда в живую приезжают могли вы увидеть разницу но было проще определиться с выбором смотрите кирпичи очень красивый необычный кстати вот это чем-то похож на тот гиперпрессованный на смешной гиперпрессованный кирпич но сам производитель его называет клинкерный но я так не считаю я считаю что просто хороший керамический кирпич марка у него 300 водопоглощение там от трех с половиной до шести процентов нестандартный размер 235 на 110 на 60 потому что изначально как производители говорят мы делаем форму ну стандартную 1нф но он усаживается короче почему я показывает кирпич это для тех кто очень скучает там по энгельскому кирпичу но и если посмотреть в общем на ручную формовку он в общем и похож если бы этот кирпич привез нам какой-нибудь там концерн винар бергер или там еще какой-нибудь концерн и сказали что вот этот тренд в какой-нибудь австрии всем считали вау круто я вам серьезно говорю так бы было и все бы на всех выставках рассматривали а это фактически наш российский краснодарский производитель вот один вот второй стоит там там 35 рублей из той страны есть еще один специально положили на такой на толстый растворный шов потому что если захотите на тонкие сами положите я просто считаю что когда швы жирненькие выглядит это поинтереснее во многих случаях третий вариант стоит он 40 рублей вот у него кстати вот поглощение 33 процента 300 марка 100 циклов мороза стойкость надеюсь выпуск вам понравился напоминаю что выставку у нас находится это в городе рязань здесь очень много кирпича на самом деле больше тысячи разновидностей если я обо всех о них буду рассказывать это нужно снимать очень много серий да поэтому находимся мы в 180 километрах от москвы по рязанскому шоссе город рязань в навигаторе прям пишите демо парк и приезжаете в наш демо парк подписывайтесь на канал ставьте лайки настраивайте уведомления ну и ждем вас в гости до новых встреч пока